В Ярославле открыли памятную доску Юрию Андропову. Она появилась на доме, где жил политик в честь 110-летия со дня его рождения. Смотрите также в выпуске. 61-я годовщина полета в космос Валентиной Терешковой. В Ярославской области прошли торжества, посвященные этой дате. Песнопение под церковными сводами к 280-летию храма Петра и Павла. В Ярославле прошел концерт духовной музыки «Свет с небес». Более 16,5 миллионов рублей за последние три дня. Столько перевели доверчивые ярославцы мошенникам. В Ярославском колледже индустрии питания сегодня пахло печеными яблоками и корицей. Здесь готовили штрудель. Сегодня день этого блюда. С большими глазами и ушами похожие на лемуров. В Ярославском зоопарке появились забавные зверьки Галаго. Толкали покрышки от Белаза, тянули джипы. В Рязани русские гераклы соревновались в силовом экстриме. Ярославец в числе победителей. В Ярославле появилась памятная доска Юрию Андропову. Ее открыли сегодня в честь 110-летия со дня рождения политика. Она установлена на доме на Советской улице, где Андропов проживал с 1938 по 1940 годы. Председатель КГБ СССР, генеральный секретарь ЦК КПСС. Часть юности Андропова была связана с Ярославской областью. Специально приехал в Рыбинск, где учился в техникуме водного транспорта. Одно время город носил имя Андропова. Позднее Юрий Владимирович был секретарем Ярославского обкома ВЛКСМ. Благодаря в том числе усилиям Андропова на стройку Рыбинского и Углического гидроузлов прибыло 7 тысяч комсомольцев. И вот сегодня по инициативе руководства регионального управления ФСБ память о знаменитом земляке увековечили в камне. Через такие мероприятия мы пытаемся сохранить историческую справедливость, историческую ценность, историю нашу, которая уже в камне выбита. Я думаю, вряд ли она будет уже где-то там искажена, переписана. Благодаря именно Юрию Владимировичу появились у нас и «Вымпел» группы, и «Альфа». И он вообще уделял огромное внимание борьбе с терроризмом, борьбе с коррупцией. Действительно, Юрий Андропов вошел в историю как ярый борец с коррупцией. Не только на работе, но и в семье придерживался строгих правил. Сегодня об этом вспоминали на церемонии открытия доски его внуки, которые приехали в Ярославль из Москвы. Строгий, когда что касалось семьи, как... Ну, к примеру, вот он выделил папе квартиру, папа работал в МИДе, а вот машинкой, вот пешочком, пожалуйста. Конечно, это будет местом притяжения. Это, вы знаете, не только место, куда точно будут приходить сегодня сотрудники правоохранительных органов, отдавая дань уважения человеку, который является безусловным авторитетом в этой сфере деятельности, но и будут приходить ярославцы, вспоминая, отдавая дань уважения своему известному земляку. А в здании трамвайного депо Яргор Электротранса появился стенд с портретами участников СВО. Все они, семеро смелых, были мобилизованы на специальную военную операцию два года назад. Это люди разного возраста и разных профессий. Водители, слесари-электрики, монтеры путей. Некоторые были ранены, но все живы и продолжают выполнять свой долг перед Родиной. Также от Яргет по контракту в зоне проведения СВО сейчас служат 14 человек. Предприятие помогает своим сотрудникам, регулярно направляя им гуманитарную и материальную помощь. Поддерживает и семьи бойцов. Все понимают, что они защищают не только свою страну, но и своих близких, друзей, жен, детей. Поэтому никто из них ни разу не разочаровался. Все понимают, что это долг. Мы заинтересованы в том, чтобы они вернулись целыми невредимыми. И продолжили работать на благо города Ярославля, на нашем предприятии. Выходные в Ярославле прошли под знаком неба. Горожане отметили годовщину полета в космос Валентиной Терешковой. 61 год. Торжества состоялись в Никульском и областном центре. Программа с экскурсиями, поздравлениями, концертом. Не обошлось и без подарков. Александр Захаров с подробностями. Первым делом поездка в поселок Никульское. Валентина Терешкова посетила местный храм, который был построен благодаря ее помощи. В честь дорогой гости праздничная литургия. Настоятель церкви подарил икону, которую создал один из прихожан. Мысли в небо мы здесь направляем. Наших душ здесь касается свет. Здесь в молитве мы вас поминаем. Приезжайте на родину в храм. Вас с любовью всегда ожидаем. В последнее время в Никульском активно идет преображение обустройства территории. Появился второй парк, детская зона, обновился музей космос. В скором времени власть региона обещает установить фонтан. А до поселка от Планетария в Ярославле с октября запустить космический шаттл. Иначе говоря, музей на колесах. Спасибо вам большое, что вы пришли за ваши улыбки, за ваши добрые дела. За то, что я, глядя вам в глаза, могу сказать себе, что это родные люди. Что они делают все для того, чтобы земля наша была еще краше. Встречали землячку торжественно. На главной площади поселка в честь нее концерт. Я с огромным удовольствием хочу нас всех поздравить с этой годовщиной вашего полета. 61 год прошел с этого великого дня. И мы с вами видели сейчас кадры, которые показывали. Эти кадры, как вся страна встречала вас после этого полета. Какой был праздник, какое это было событие. В рамках визита Валентина Терешкова побывала и в Ярославле, где также был устроен большой концерт. И снова подарки, и, конечно, песни в честь героини. Поздравить Валентину Терешкову также приехали знаменитые артисты и ее коллеги-летчики-космонавты. Александр Захаров, Михаил Орлов, главные телевизионные новости. Ярославскому техническому университету исполнилось 80 лет. В июне 1944-го было подписано распоряжение Совета народных комиссаров СССР об открытии Института резиновой промышленности. 183 человека начали учиться на механическом и техническом факультетах. За годы своей деятельности вуз несколько раз менял название, расширялся, открывал новые специальности. Сейчас здесь грызут гранит науки 5000 студентов, в том числе иностранцы. Ведется подготовка по 50 образовательным программам. Среди наиболее востребованных архитектура, химические технологии, строительство, программирование. Вуз продолжает активно сотрудничать с предприятиями региона, готовя профессионалов в области машиностроения, химии, управления объектами транспорта и других. Университет старается идти в ногу со временем, открывая новые направления подготовки и участвуя в госпрограммах по импортозамечению. Торжества по случаю солидного юбилея состоятся осенью в новом учебном году. Сейчас мы можем уверенно говорить о том, что мы молодой, динамично развивающийся университет, который не только отвечает запросам нашей индустрии, но и формирует спрос на наших выпускников, участвует в разработке инновационных технологий, а также в продвижении самых перспективных и современных научно-технологических решений. Концерт духовной музыки «Свет с небес» состоялся в храме Петра и Павла. Посвящен его 280-летию. Впервые под церковными сводами прозвучали песнопения в исполнении сводного хора проекта «Свет с небес» и академического хора «Этерия» Ярославского государственного университета имени Демидова. Необычное событие привлекло в храм большое количество ярославцев. Репетиции концерта продолжались несколько месяцев. Старания дали результат. Харисты представили максимально красивую программу. Сегодня для нас волнительный день. Это и потому, что попечительский совет впервые собрал такую большую группу прихожан. Для меня это тоже некое открытие, признаюсь вам. Это событие нами привязано к празднованию 280-летию храма этого. Вы видите, храм замечательный. Проект «Свет с небес» еще очень молод. В Ярославле прошло пять концертов, приуроченных к большим православным праздникам. В Петропавловском храме духовная музыка звучала впервые. Она обращала души слушателей к вечным темам. Композиции христианских авторов проникнуты трепетной верой и всегда находят живой отклик у слушателей. Цель создания нашего проекта, нашего хора – это исполнять духовные христианские композиции, которые писали верующие авторы, которые закладывали туда свою веру, свой духовный опыт, свои духовные переживания. И наша задача – это передать зрителям ту атмосферу, те переживания, вот эти композиции, что заложено авторами. Наши хористы – это студенты, преподаватели, бывшие выпускники университета, ну и просто как бы люди, увлекающиеся хоровым пением. Сама архитектура храма настраивала на духовное восприятие сочинений известных композиторов. Храм, построенный как копия Петропавловского собора в Петербурге, всегда притягивал сюда верующих. Концерт стал беспрецедентным по количеству вокалистов и слушателей. Яна Хромова, Марина Смарагдова, Денис Кауров. Главные телевизионные новости. В Ярославле стартовал летний открытый фестиваль искусств «Золотой Витязь». Он пройдет при поддержке президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры России. В рамках фестиваля состоится тематический цикл «Золотой Витязь. Великие люди Великой России». Первое посвящение Александру Невскому. Марина Смарагдова побывала на открытии. Контату Сергея Прокофьева «Вставайте, люди русские» исполнили Ярославский симфонический оркестр и филармоническая хоровая капелла «Ярославия». Программа, давшая старт фестиваля, называется «Александр Невский. Точка отсчета». Композиции, которые увидят в Рыбинске, Ростове, Тутаеве посвящены известным землякам. Сергию Радонежскому, Федору Волкову, Михаилу Кошкину, Вениамину Баснеру. Люди, жившие в разные эпохи, прославившиеся в разных сферах, были творцами славной истории страны. Александр Невский и Сергий Радонежский, ну что может быть для нас сейчас более важного? Александр Невский, который победил несметные рати и одерживал только победы, поражений-то у него не было. И Сергий Радонежский, великий объединитель Святой Руси. Ярославцы увидели и короткометражный фильм, посвященный великому полководцу. Его создатели поставили своей целью показать знаковых людей на переломных точках их биографии, что называется «Моменты истины». Наша задача не столько рассказать какие-то глубинные и серьезные подробности научные, исторические. У нас нет такой задачи. Наша задача только заинтересовать молодежь, в основном молодую аудиторию, ну желательно, чисто эмоционально. Харизматичная личность, которая внесла большой вклад в историю Руси. Ну, он не единственный, конечно, великий полководец и князь, но тем не менее личность очень яркая, да, и хорошо, что история помнит его. Фестиваль представляет разные виды искусства. Все программы мультижанровые. В городах области пройдут концерты, спектакли, литературно-музыкальные вечера, выставки. Чтобы еще глубже погрузить зрителей и слушателей в атмосферу XIII века, века святых и героев, фестиваль сопровождают работы художников в студии известного баталиста Грекова. В событиях фестиваля участвуют известные артисты и творческие коллективы. В Ярославле пройдет всероссийский конкурс модельеров и дизайнеров одежды России «Мода. Национальное достояние». Марина Смарагдова, Денис Кауров. Главные телевизионные новости. Система здравоохранения Ярославской области будет совершенствоваться. Об этом сегодня заявил губернатор Михаил Евраев на оперативном совещании. В частности, сейчас прорабатывается вопрос создания межмуниципальных медцентров. Например, больница в Угличе может взять на себя частичное обслуживание жителей Мышкинского и Никаузского районов, а Даниловская – пациентов соседних Первомайского и Любимского. Это должно улучшить качество и оперативность оказания медуслуг. Параллельно будут анализировать вопросы транспортной связи между райцентрами, чтобы жители могли добираться до больниц и обратно. Повысить качество медицинского обслуживания для людей. И оно может только повышаться. И ни о каком понижении речи не идет. Это первое. Второе – нас не устраивает даже то, что сейчас. Хотелось бы лучше. Это первое. А второе – речь идет о том, чтобы максимально эффективно выстроить всю работу. В Ярославле асфальт на Труфаново появится в этом сезоне. Об этом сегодня городскому телеканалу рассказали в мэрии. Дело в том, что проезд был отремонтирован в прошлом году. Правда, радость жителей была недолгой. На днях асфальт сняли. Он не прошел лабораторное испытание. Был недостаточно уплотнен. И все последующие дополнительные проверки доказали факт того, что покрытие было уложено неправильно. По предписаниям заказчика, компания демонтировала покрытие, а контракт с недобросовестным подрядчиком был расторгнут. Сейчас идет процедура поиска новой организации, которая займется укладкой качественного асфальта и сделает проезд на совесть. Всего у нас было 10 проездов с данной подрядной организацией, которая была расторгнута в контракт 4. Она выполнила 6 недоделанных. И сейчас помимо Труфанова еще 5 проездов. Также проверится смертная документация через экспертизу. И после того, как мы проведем проверку, будут торговые процедуры для определения новой подрядной организации. Более 16,5 миллионов рублей за последние три дня. Столько перевели доверчивые ярославцы мошенникам. Самая малая сумма – 6 тысяч. Самая крупная – 10 миллионов. Так, в последнем случае 60-летней жительнице Фрунзенского района Ярославля позвонил лжесотрудник правоохранительных органов. Он убедил женщину, что у неизвестных есть доступ к ее банковским операциям и необходимо перевести деньги на безопасный счет. По указанию звонившего Ярославна внесла снятое наличное на неизвестный номер банковской карты. Всего оказались обманутыми 15 человек. Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Сотрудники полиции напоминают, что в любом подобном случае, прежде чем переводить деньги, нужно позвонить по официальному номеру, который указан на оборотной стороне банковской карты. Или обратиться в ближайшее отделение банка лично, чтобы подтвердить и проверить информацию. Ярославский областной суд сегодня рассмотрел апелляционную жалобу на приговор Кировского райсуда в отношении банкира Ильи Гофтмана. Напомню, в марте бывший управляющий одного из филиалов крупного банка был признан виновным в превышении должностных полномочий и незаконном разглашении банковской тайны. Установлено, что мужчина передал чиновнику из областного правительства сведения о соглашении между кредитной организацией и группой компаний. В том числе данные о сумме, поручителях, сделках. Также требовало от своих сотрудников предоставлять юридическим лицам недостоверную информацию об услугах кредитов. В результате был сорван ряд крупных сделок и реализация проектов. Одному из банков нанесен ущерб на сумму свыше 16 миллионов рублей. Илье Гофтману назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Сам Гофтман вину не признал и подал апелляцию. Сегодня коллегия по уголовным делам Ярославского областного суда не нашла оснований для отмены или изменения приговора. Он вступил в законную силу. 750 проверок за неделю. В Ярославской области подвели итоги операции «Нелегал-2024». Она направлена на выявление и пресечение каналов незаконной миграции. Сотрудники полиции проверили 750 строек, промышленных и сельхозпредприятий, торговых объектов, домов. В общей сложности выявлено более 450 административных правонарушений в сфере миграции. Из них около 200 нарушений правил въезда, выезда и пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. Более 180 нарушений порядка осуществления иностранцами трудовой деятельности. Возбуждено более десятка уголовных дел по статьям о фиктивной регистрации иностранцев и подделке документов. 14 человек выдворят за пределы страны. В Ярославскую область прибыли 95 детей из Акимовского района Запорожской области. Они отдохнут в загородном лагере под Рыбинском. Для ребят подготовлена культурно-досуговая программа, что позволит им весело и с пользой провести каникулы. Это первая группа школьников из подшефного района Запорожья. В целом, за лето в Ярославском регионе отдохнут порядка 400 акимовцев. Отмечу, область регулярно принимает детей из новых регионов страны, а также Белгорода. В Ярославском колледже индустрии питания сегодня пахло печеными яблоками и корицей. Здесь прошел мастер-класс по приготовлению штруделя. Сегодня день этого блюда. Неофициальный праздник одного из самых популярных лакомств, родиной которого принято считать Австрию, поскольку именно там в 1696 году был напечатан первый рецепт штруделя. София Антипова сегодня тоже побывала на занятии. Во всех уголках Ярославского колледжа индустрии питания в воздухе витает насыщенный аромат яблочного штруделя. А все потому, что для студентов организован очередной мастер-класс. Штрудель – превосходное фруктовое лакомство, основу которого составляет вкусное тесто, окруженное сладкими яблоками. Тесто должно быть максимально тонким, достаточно, чтобы через него было видно руку. В начинку для штруделя обычно входят собственные яблоки, а также сахар, корица и молотые сухари. Наиболее популярные десертные штрудели готовят также с грушами, клубникой, изюмом, творогом, орехами. Бывают и с капустой, картофелем, грибами, мясом и рыбой. Это традиционные блюда для Австрии, Германии, Венгрии, Чехии. В некоторых странах готовят с вишней, можно готовить с клюквой сушеной, но все равно яблоко является неизменным ингредиентом. Подавать десерт принято вместе с шариком ванильного мороженого или с каким-нибудь сладким соусом, топпингом. Ярославский колледж индустрии питания – это колледж со вкусом, со вкусом наших профессиональных праздников. И мы их отмечаем в виде мастер-классов, кулинарных баттлов, фестивалей, встречи с работодателями. Отметили день штруделя студенты ярко и вкусно. Все остались довольны. Для многих это был первый опыт приготовления десерта, поэтому появилось желание повторить рецепт вне стен колледжа. Мастер-класс был достаточно информативным, многому научился. Поэтому я думаю, дома я порадую своих одних и близких этим прекрасным кулинарным изделием. Думаю, дома будут довольны. Штрудель любит за хрустящую корочку вкус яблок и аромат корицы. И таких людей много, а поэтому классический иностранный рецепт прижился и в России. Ярославль – не исключение. София Антипова, Игорь Мосин, Главные телевизионные новости. В Ярославском зоопарке появились галагу. Пушистые, шустрые комочки с большими глазами и ушами напоминают лемуров, только маленьких. Вырастают примерно до 15 сантиметров. Весят около 200 граммов. Обитают на деревьях на юге Африки. Большие глаза обеспечивают отличное зрение в темноте. Зверьки наиболее активны ночью. Крупные уши способны сворачиваться и разворачиваться. Благодаря чему галага может уловить даже еле слышимый шум. А сами приматы производят звук, похожий на детский плач. У галага сильные задние лапы. Зверьки способны прыгнуть в высоту более чем на 2 метра. Называют галага еще бушбэбем, дитя зарослей, а также нагапе, что дословно означает ночная обезьяна. И сейчас к спортивной части выпуска. В Ярославский шинник возвращается полузащитник Мухаммад Султонов. Об этом сегодня сообщила пресс-служба клуба. В составе черно-синих с 15 по 17 годы провел 68 матчей и забил 7 голов. В своей футбольной карьере спортсмен выступал за множество клубов. В том числе Спартак Нальчик, Волгоградский ротор, Торпеда Москва. В минувшем сезоне 31-летний игрок выходил на поле за столичную родину. Контракт со спортсменом подписан на 2 года. И еще одна новость с понедельника. Покидает шинник Владислав Саусь. У полузащитника завершился срок действия арендного соглашения. В весенней части первенства 23-24 футболист помог нашей команде занять седьмое место в турнирной таблице. В составе ярославцев Владислав провел 14 матчей. Студентка ярославского педа вернулась с чемпионата страны с двумя серебряными медалями. Турнир по гиревому спорту прошел в Улан-Удэ. Виктория Гаврилова выступила в весовой категории до 63 килограммов. Представительница ЕГПУ поднялась на вторую ступень пьедестала почета в двух дисциплинах. В толчке длинным циклом и эстафете в составе команды ЦФО. По итогам состязаний Виктория получила возможность представить Ярославскую область на чемпионате мира, который состоится в августе в Киргизии. Всего на помост всероссийского турнира вышло 290 участников из 36 областей. Ярославец Алексей Костерин стал победителем фестиваля по силовому экстриму. Гран-при Евпатия Калаврата и Авдотьи Рязаночки собрал в Рязани более 400 спортсменов со всех уголков страны. По итогу Алексей обошел ближайшего соперника на 4 балла и безоговорочно выиграл состязания среди тяжеловесов в категории до 110 килограммов. Сильнейшие атлеты страны соревновались в таких дисциплинах, как кроссфит, армрестлинг, пауэрлифтинг. В силовом экстриме русские гераклы тянули автомобиль, перекатывали покрышки, переносили тяжести и показывали свои возможности в других упражнениях. Ярославские велосипедисты взяли 13 медалей на треке. Первенство ЦФО прошло в Воронеже. Нашу область на стартах представили воспитанники спортшколы номер 19. Спортсменам удалось завоевать 6 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые награды. В программу турнира вошли индивидуальные и командные гонки-преследования, а также спринт. На трек вышло 80 юношей и девушек в возрасте от 13 до 18 лет. Пришло время ярославской истории. Сегодня отправляемся на проспект Фрунзе, где возводится храм благоверного великого князя Ярослава Мудрого. Строительство идет уже несколько лет. Фронт работ предстоит осилить масштабный, ведь в итоге церковь должна вырасти до уровня девятиэтажного дома. Место строительства осветили еще в 2013-м. Образ благоверного князя, написанный для будущего одноименного храма, пока хранится в храме соседнем, Малом. Он назван в честь Ярославской иконы Божьей Матери. Обе церкви в итоге будут представлять собой единый комплекс. Главная святыня – образ Богоматери. Серебряная риза и художественный киот, сделанные по заказу, подчеркивают почитание. Здесь, на Ярославской земле, берется ее начало с первой половины XIII века. Этот образ принесли сюда святые князья Василий и Константин, скорее всего, из Киева. Им благословлялись князья и дружины на противостояние, нашествия тогда татаро-монгольского ига. Доминин и Пожарский следовали из Нижнего Новгорода, через город Ярославль, столицу того времени, Руси. И этим образом благословлялась дружина Минина и Пожарского вместе с иконой Спасителя. Опять же, этим образом благословлялся будущий царь Михаил Федорович, когда шел из Епатевского монастыря города Костромы в Москву через город Ярославль. Самое значимое – это то, что в 2000 году, после того, как этот образ был обретен чудным образом, недалеко от города Ростова, одним мурманским иконописцем началось строительство Успенского кафедрального собора. В местном чине иконостаса церкви размещены образа князей, защищавших ярославцев от нашествия врагов. Ярославская икона относится к поясному типу умиления, сложившемуся в XIII веке. Академик Виктор Лазарев так описывал икону. Традиционный тип умиления обогащен прелестным мотивом. Правой рукой Христос прикасается к подбородку Марии, левой – к борту ее плаща. Тем самым еще сильнее подчеркивается сердечность в отношениях матери и сына. На аналое икона благоверного князя Ярослава Мудрого. Иконография складывается в наше время, поскольку канонизирован основатель Ярославля в XXI веке. В правой руке либо крест, либо меч. В левый – город. Есть и другие изводы. Например, изображение Ярослава с мечом и свитком, на котором слова его завещания, актуально звучащие в наши дни. «Живите мирно, слушая друг друга, помогайте обиженным, и Бог не оставит вас». На иконах изображение Града, который князь, конечно же, не увидел. Возможно, он мечтал о нем. Видел сладких грезок. Протезы верхних и нижних конечностей. Протезно-ортопедический центр «Преодоление». Ваш шаг к полноценной жизни. Телефон в Ярославле 66-33-59. Теперь к погоде. В Благовещенске прошел аномальный ливень. За 10 часов на город вылилась больше половины месячной нормы осадков. Побит рекорд, который держался 90 лет. В Томске сегодня тоже ливень. Завтра осадки усилятся. Мокро и в Красноярске, но дождю только рады. Он освежил воздух. Столбики термометров накануне поднимались до 32 градусов. Что обещают синоптики ярославцам завтра. О погоде на вторник. В студии Юлия Василенко. Здравствуйте. На протяжении всего дня будет облачно. Временами дождь. Подробности через несколько секунд. Профессиональная уборка помещений и территорий мытье окон, химчистка мебели и матрасов. Ярославно-клининг 33-8191. Чистота – залог вашего успеха и престижа. Требуются на постоянную работу уборщицы и дворники. Телефон 91-24-40. Во вторник ночью у Ярославля облачно дождь. Температура 17 градусов. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. Влажность воздуха 87%. Атмосферное давление 749 миллиметров. На этом прогноз погоды окончен. С вами была Юлия Василенко. До встречи в следующем выпуске. Через мгновение в эфире фильмы «Метод Лавровой». Приятного просмотра и хорошего вечера. Наши новости доступны на сайте gtk.tv, в телеграм-канале, официальном паблике во Вконтакте и на популярных видеоплатформах. Сообщайте новости в редакцию по телефону 72 11 70 72 11 80. В студии работала Екатерина Сысоева. До свидания. Продолжение следует...